пятерка тут крутой тесто лучший персонаж из мэрви а блять да уже похуй ну ладно ну я же не посмотрю теперь блять аксиома искобара если честно вообще нет я вам могу уже сказать то что танец выиграет так черная пантера или проксима полуночная но она просто была не раскрыта мне кажется надо она блять два слова сказала за весь фильм но дело в том что мне ну черная пантера сам фильм не очень понравился берем черную пантеру потому что проксима вообще не о чем человек паук именно эндрю гарфилда против росомахи ну все любят росомаху но мне только он как бы в логане понравился эндрю гарфилд ну как бы вы знаете что и человека паука люблю ой блять под сандра все тест можно закрывать нахуй а как нахуй вот это это должно было финале быть нихуя си ебать его ты чё ёбнулся да пошла ты нахуй гамора блять блядь как бы я как бы не хотел бы любить все что связано с человеком пауком но блять веном меня так разочаровывает то что я проголосую за черную вдову хотя последний фильм еще хуже чем блять веном был конечно человека паука блять как же драксы но тут тоже блин мне понравился стервятник мне во первых сам актер нравится он прикольный вот и стервятника круто сделали то что у него механические такие эти типа крылья но дело в том что дракс тоже крутой он вот прям именно смешной кайфовый блин но дело в том что знаете чё мне нравится супергерои как которые вообще ну типа особо большой силой не обладают и они там никакие не мутанты не инопланетяне у них какие-то механизмы потому что ну легче себя ассоциировать типа ой я бы мог бы тоже крылья надеть и быть стервятником вот а дракс инопланетянин блять я бы не хотел бы быть драксом у него там всю семью убили не хочу но с другой стороны дракс типа бля ну хуй знает ладно возьму дракс так доктор странге но оса полный пиздец это хуйня так бля хуена там что-то интернет видимо замедляют у меня картинки не грузится как блять в 2010 году так к локи или корк но я не настолько люблю люблю локи чтоб вы понимали но дело в том что корк он не раскрытый почти вообще поэтому посмотрели бы в торе новом как он раскрыт был бы посмотрели бы блять сургут короче какой-то или не она кстати прикольно она кайфовая тоже бы посмотрели бы в новом то ли что она там у себя представляет это полная хуйня железный чел против дар мамуса железный чел хотя вот именно этот костюм мне не нравится мне перестала нравится с тех пор как он всякими на нотботами завелся он ну просто стал им бой так один блять вот зимний солдат в моей голове он мне представляется то что он крутой я бы хотел бы себе железную руку но на самом деле во первых меня бесила его прическа во вторых то он блять и ноет то еще какую-то хуйню делает один заебись блять дед я хочу быть дедом моде нам дать бессмертно не умереть когда сам захочу вот он такой типа а я сейчас хочу умереть и умер без мучений все нормально желтый шершень против но призрачный гонщик крутой правда я уже фильм вообще не помню о нем vision или разрушитель ну аксиома искобара мне понравилось знаете чё в сериале ванда вижен вообще ну такой себе типа проходниковый сериал но мне понравилось то что vision именно именно с домашней точки зрения то он летает блять какой-то хуйню и стреляет ну чисто имба блять но при этом вот именно как-то с домашней точки зрения с его человечности он мне понравился а тот ну блять он там встретился на 5 секунд песочный человек против халка ну какой бы не был бы охуенный халк блять очевидно блять быть песочным человеком это одна из самых гениальных суперспособностей я вообще бы ну если были бы выборы да суперспособность какую получить наверное одно из первых это то чтобы я бы хотел получить это либо быть гаарой из наруто либо песочным человеком из человек-паука блять тут уже ничего не скажешь так никфьюри или электро но вот этот электро был не супер удачным но нет он тоже понравился у него там дабстеп был крутой и все такое никфьюри просто ходит серьезным ебалом а электро крутой так воитель или ну винду у него блять охуенная способность то что это винду блять магистр винду нахуй но вы поле поняли енду то что он типа когда свистит игла летает так охуенно заебись я тоже хотел бы себе такое красный череп или капитан америка но капитан америка крутой вот это тоже имба стала но до этого то что он просто опять же дрался прикольный щит кидает круто так капитан марвел полная хуйня я просто от противного проголосовал блять полная хуйня капитан марвел блять имбища такая еще фильм блять ни о чем просто опять же проходниковый фильм можно было его бы не смотреть но она имба мне не нравится супергероя имба блять она может все лучами стреляют летает сквозь корабль пролетает просто его режет блять ну а в чем прикол вообще тогда быть супергероем и вообще похуй где она была блять восемь лет назад нахуй ракета блять но от хела сука она вроде была охуенная во первых мне не нравится ее шапка когда вот она с такой прической блять но она охуенная и тем более это из всех блять фильмов про тора у нее хотя бы какая-то мотивация есть до этого какие-то блять инопланетяне какие-то блять чё они там ледяные демоны или как их зовут чё-то пришли чё-то хотят блять кому-то нахуй всралась поэтому и все фильмы блять про тора до третьей части хуйня а тут пришла она говорит я твоя сестра вообще я твой рот ебала чё там у тебя этот молот пошел ты нахуй вот короче она заебись но ракета тоже прикольный вот ее бы побольше бы если бы раскрыли я бы даже хотел бы чтоб возможно бы она выжила там или еще чего-то такое но она потому что заебись она там пришла свои порядки наводить как бы да суеты и навести стала охота она ну хотя бы адекватный злодей но ракета естественно поприкольнее потому что он шутит смешной гений эти делает пушки крутые так что берем его ну вот тор именно из четвертого тора один из моих любимых супергероев если честно я до этого тора не любил думаю кидает свой молот ебучий там запрограммированный кстати видели видео я два раза даже посмотрел то что типа любая довольно таки развитая технология неотличима от магии и то что его мьёльнир но это по сути технология вот и их магия это технологии всякие вот и то что мьёльнир он программируемый типа он как компик ему сказал там один типа кто будет держать там будет облатать властью тора там или чё такое все были так там и случилось вот короче охуенно тема на во первых мне понравился хлыст потому что он русский кайфовый чел карикатурные правда но то что он в каком-то плане тоже гений из говна и палок собрал себе хлысты которые могут машины разрыв разрубать но это же ну заебись но мне правда не понравилось то что его ну там в половине фильма или даже раньше чем на половине фильма пришел блять тони старка его отпиздил самого главного злодея части да там 2 до его блять взяли и отпиздили очень быстро я бы на одну надеялся на то что ему там пиздюлей дадут он убежит потом еще раз придет еще сильнее или что-то от того но он гений в каком-то плане ну тор очевидно крутой тем более вот с гром секирой мне торс молотом не очень нравится с гром секирой заебись еще костюм такой крутой вот а еще самое главное моя любимая часть потому что он подстригся в третью часть ванда мне не очень нравится но пегги картер еще хуже поэтому ванду берем человек муравей хуесос пеппер подс но хуже но она вообще даже не супергерой блять тогда человек муравей но он хуесос мне не было начала нравится я так и не понял ее способности она типа просто круто дерется что ли не ладно блять сухая чухули колосс потому что блять рост все берем эго блять но древняя быстро опиздюлилась но ей так лысина идет от просто актриса охуенная она во всяких разных там фильмах еще в этом в как его хочу пересмотреть кстати все части хроники на армии она же там тоже играла главного злодея вроде короче ну актриса охуенная я бы если у меня было такое платье в нем по улице ходил но эго блять это просто охуенно типа чел планета вот ходит там что-то блять был планетой был планетой потом что-то надоело по и полетел на землю трахнул там женщину какую-то блять и потом поехал обратно и опять был планета и ну блять чисто гений и тем более ну блять посадите на актера хуже охуенно так груд против мистерио блять ну по способностям тем более ну вот в киновселенной марвел он хуесос вот он ничего не может а груд но это вот если бы не запретили быть бы песочным человеком я бы лучше был бы грутом мне вообще похуй хоть у меня пиписька была бы деревянная я бы мог бы блять ну биологическим трансформером быть каким-нибудь алексом мерсером этажную самое заебись он может что хочет выращивать блять себе ноги делать ли не хуй там ну чего угодно может быть мостом ну гениально альтрон блять но она тоже ее просто заруинили хотя у нее прикольно то что у нее проблемы есть потому что не у всех вообще там супергероев суперзлодеев есть какие-то реально очевидные проблемы а то что она там как-то разлагается в пространстве это прикольная тема но альтрон крутой но слишком умбовый но крутой но если бы опять же мне предложили способность я бы был брал бы быть альтроном по нему или как его там я думал его и по нему зовут а его зовут и бена выездок чё блядь его зовут и по нему вроде блядь но он крутой у него хотя бы слова были но блядь по центре тоби магуайр нахуй человек ну можно просто тест закрывать когда увидите тоби магуайра и ну все у меня хочу сея если ёбну тату сюда где у меня эти железы человечи получи ободая стейн хуесос не а ронан кстати ронан нарезки заебись но он потом перестал быть нарезки нарезки делать но он прикольный был сокол гулять но тут тоже я люблю сокола короче я начал любить сокола с тех пор как у меня фигур коллега его появилась потому шон ну типа реально прикольный вот у него у него нет способностей у него есть крылья ну как у стервятника вот но он кайфовое не там как-то складываются раскладываются он летает на них только блять ему эти крылья дал тони старик при этом тони stars летает без крыльев куху это ему просто не дал башмаки которые летают нахуя ему крылья вот но хельмlling у него прикольная способности то что он видит вообще все и что блять он должен тысячу лет просто открывать и закрывать двери, по сути. Такая охуенная тема. Стоит. Ну, в третьей части он опять раскрылся. А, и то, что он там с собой как бы пожертвовал, ну, кайфовый. Бля, хуй знает. Оба хуесосы, короче. Сейчас. Ну, это просто более реальный. Он просто более реальный чего. Так. Ну, тут Тор. Ну, я бы, может быть, хотел бы себе костюм Черной Пантеры, но для этого надо еще какой-то отвар пить, блядь. Какую-то находить какой-то цветок, что-то из него варить, пить. Нахуя у него и так костюм, типа, прикольный. То, что пули попадают, дают тебе энергию, которую ты потом можешь въебать кому-нибудь. Так. Дэдпул против Ронана. Ну, Дэдпул. Но я уже так давно его не смотрел. Не факт, что мне прям особо нравится. Но по способностям крутой, конечно. Так. Человек-моровей против Фанда. Ну, тут Аксиома Эскабара, если честно. Мне просто непонятна магия ее. Мне больше понятна магия Тора. Мне понятна магия Доктора Стрэнджа. А это просто дым какой-то. Красный дым, блядь. Бум-бум-бум, нахуй. Какая-то полная хуйня, так что я беру. Я за науку. Так. Блядь, вообще без комментариев. Пошел ты нахуй, Вижен, блядь. Блядь, он же крутой. Такой крутой. Ну и, наверное, ракета, потому что он, типа, повеселее и прикольнее. Я, видимо, уже предполагаю в финале просто Человеки-пауки друг с другом скрестнутся. Ну, эго. Доктор Стрэндж или Песочный Человек? Дело в том, что, понимаете, я могу представить границы Песочного Человека, но я не могу представить границы Доктора Стрэнджа. Я не знаю, что он не может. Доктор Стрэндж, ну, по сути, блядь. В чем проблемы Доктора Стрэнджа вообще, блядь? Я не понимаю. Ну, он может создавать порталы, перемещаться куда угодно. Он может летать. Он может вообще сделать так, чтобы все во вселенной забыли про Человека-паука. Он, ну, он имба, блядь. А этого на него пописает Человек-паук, да? Водичка скомкает, песок, и все. Поэтому, ну, я не люблю имбу, поэтому я беру Песочный Человек. Свистеть круче, чем, блядь, я не знаю даже, что делать, нахуй. Умирать. Чуть оксиума и скобара. Вообще, кто такой, нахуй? Про него больше фильмов. Но дело в том, что, смотрите, очень много общего. Оба ученые, оба создали для себя какую-то хуйню имбовую. Но дело в том, что сейчас, вот смотря на эти картинки, я бы выбрал осьминога. Потому что мне не нравится этот костюм. Мне нравилось, когда он там с разных сторон что-то прилипало. Из сундука он доставал. А когда он просто вот так делает, и просто жишка как будто от Венома потекла и стала костюмом, ну вообще похуй. Ну все, с того момента стало понятно, что он имба. Хуяк-клинок откуда ни возьмись появился. Раньше у него должна была открывается хуйня. Отсюда ракеты вылетают. Ну типа понятно было, что хотя бы в этом месте что-то хранится. Сейчас просто хуяк-клинок, блядь. Потом, помните, что-то он там делал хуяк, у него из ноги вот такая лапа выросла. И он что-то этой лапой ногу или руку остановил у Таноса. Короче, какая-то полная хуйня уже там началась. А доктор-осминог, ну он, он, блядь, тайфовый. У него есть еще, ну его можно запиздить хотя бы, он не имба. Ударил его? Не, подожди, он ногой, у него вроде грабля какая-то создалась, которая что-то схватила. А еще он, этот, тоже ему в руку вставил хуйнюк, то, что он, Танос не смог сжать руку. Как он нахуй? Когда он это изобрел, блядь? Когда пока летел, он что, знал то, что у Таноса рука в два раза больше, чем у человека обычного? Или что, блядь? Как он это сделал? Вот, поэтому мне, ну, последний вообще Железный Человек не вставляет. Блядь, не знаю, доктор-осминог. Ну, сейчас доктор-осминог. Тем более, доктор-осминог еще был в последней части Человека-паука. Ну, тут понятное дело. Тут вот так. Ну, блядь, я прошу прощения, я хочу быть деревом. Понятное дело. Понятное дело. Свистеть круче, чем летать. Блядь, а че я задумался вообще, блядь? Понятное дело. Тор. Блядь. Ну, по последнему фильму он крутой. Но доктор-осминог навсегда в моем сердечке. Песочным человеком быть круче. Капитан Америка против Электро. Ну, блядь. Мне нравится, что Тор ломался. Короче, вот в этом плане вот Капитан Америка, у него есть свои идеалы, и он никогда с них не сходит. А Тор, он ломался. Он показал, ну, то, что это реальный человек, то, что даже Бог может пасть и начать там пить пиво, играть в Фортнайт. Вот. Ну, как я и сделал, кстати, за последнее время. Ну, пиво я не так много пью, конечно, но... Ну, вы поняли. Я себя ассоциирую с Тором, короче. И толстым, как я тоже стал. Юнду или доктор-осминог? Ну, блядь, свистеть, конечно, круто, но доктор-осминог, чё. Человек-паук против Андрю Гарфилд. Ой, блядь. Андрю Гарфилд, короче, против Тома Холланда. Стоит заводить свою телегу? Ну, я... Я за Андрю Гарфилда, ну, вот именно как за персонажа, я за Андрю Гарфилда, потому что Том Холланд хуесос по сравнению с Андрю Гарфилдом. Я могу просто объяснить то, что два фильма, два фильма, он успел. Во-первых, я посмотрел сорокаминутный ролик про то, что Андрю Гарфилд не с самого начала был Человеком-пауком, и то, что это режиссерская затея самая охуенная. То, что он говорит, что он Человек-паук, и надевает маску Человека-паука где-то там после середины фильма, когда он понял то, что он не должен просто бороться с преступностью, у него есть какие-то свои идеалы, он должен, ну, какие-то свои принципы есть, и только тогда он смог назвать себя Человеком-пауком. Вот. А этот типа, а, я иблан, папа, папа, помоги, а, у меня нет папы, папа Тони Старк, помоги, подари мне очки имбовые, подари мне костюма две штуки, ну, это пиздец полный, о, папа, давай я буду драться не со своими злодеями, а с твоими, о, стервятник, злодей Тони Старка, но я его напижу, о, как его, маэстро, злодей Тони Старка, но я его напижу, ну, полная хуйня, этот, искал там своих родителей, что-то сам пытался во Скорпе делать, эти, сделал себе, ну, тут просто не показывали, наверное, он тоже себе эти веб-шутеры сам сделал, но тут показывали, как он делал себе веб-шутеры, да, вот, как он охуенно летает на паутине, блядь, пацан Тре, ну, как же охуенно он летает на паутине, короче, это недооцененные, на самом деле, фильмы, я кучу видео посмотрел по поводу того, что это фильмы недооцененные, Сони его тоже хейтит, я пытаюсь Сони доказать, но это просто идеал, блядь, блядь, но, блядь, какой же он охуительный, блядь, он, вот, понимаете, каждый раз, когда его показывали в Человек-паук 2, это, блядь, золотые сцены кинематографа, блядь, я сейчас вспоминаю, какой же он охуенный, интересно, очень крутой тест, прям, очень много мыслей всяких, а ну-ка, ой, блядь, школьники, ой, сука, ой, блядь, школьницы, пиздец, ясно, школьники, нахуй, школьники захватили этот тест, пиздец, атака школьников, произведена была, ну, это понятно, какие-то, блядь, да, проксиму полуночную, я бы даже повыше, кто это вообще такой, а ну, за что еще голосуют, жалко то, что эго такой низкий, довольно жалко, эбо-немор жалко низкий, ну, аса, понятное дело, жалко хлысток низко, сургут жалко, короче, но повыше можно было бы, блядь, так захуесосили песочного человека, пиздец, так, ну, возможно, пиздец, зеленого гоблина на 37 место, нахуй, школьники, блядь, нихуя не понимают, просто они тогда еще не родились, когда, блядь, вышел зеленый гоблин, мне нравится в том числе и первая часть, как бы, но в последнем, как его, в последнем Человеке-пауке, но он, блядь, просто, ну, во-первых, какой актер, блядь, во-вторых, ну, вы посмотрите, блядь, ну, это же пиздец, такую охуенную маску, я бы себе такую хотел, так, ну, ртуть, понятно, я бы, кстати, с большей вероятностью проголосовал бы за ртуть из Икс-менов, потому что он там уточку клевую слушал, он такой более молодежный был, модный, Маэстро, ну, 25 место, можно было бы повыше, наверное, ну, блядь, точно уж повыше Человека-муравья, я думаю, Человек-муравей, хуесос, Соколиный глаз, прикольный, Танос, ну, он потерял, я думаю, вот, если пару лет назад был бы этот тест, Танос был бы на первом месте, он уже все, так, ой, блядь, ну, невозможно, чтобы Веном был выше Таноса, но Веном, такие отстойные фильмы, блядь, ну, это просто, пиздец, ну, серьезно, ну, Веном прикольный, вот, как герой, да, он там прыгает, у него моделька прикольная, он круто перевоплощается, но все остальное, что вокруг него происходит, и что он сам делает, это полная хуйня, блядь, я так ждал вот эти фильмы, я думал, ну, хотя бы второй нормальный сделает, второй тоже хуйню сделали, так, Ммм, Танос некрасивый, ебать, я бы хотел бы, во-первых, я бы хотел бы быть внешностью, как Танос, потому что, ну, объективно, может быть, он некрасивый, но он отрицательная харизма, знаете, что это такое, вот, я бы хотел бы обладать, возможно, отрицательной харизмой, ну, вот, это первое, второе, блядь, ну, какие же он речи пускает, блядь, как он, как он играет словами, ну, понятно, что ему там текст написали, да, но каждое его слово на цитаты разбирал, двадцать четвертое место, а что двадцать четвертое место, охуеть, блядь, школьники, ну, это школьники, блядь, вот и все, ну, это, я даже сказал бы, это не школьники, ладно, школьники, это еще нормально, это детсадовцы голосовали, очевидно, ну, там им, блядь, мама дала планшеты, говорит, ну, тыкай тут, типа, вправо-влево, какие тебе картинки больше нравятся, и он, естественно, блядь, узнал черную пантеру и не узнал, кто такой доктор Асминот, потому что он, блядь, не родился тогда, когда еще, блядь, вышел Человек-паук, великолепный фильм, нахуй, самый величайший фильм про супергероев в мире, вот, ну, блядь, ну, объективно, реально, вот, если подумать, все фильмы Марвел сосут, вот, изначально, когда там первый вышел Железный человек, еще можно было там поспорить, но там, когда, не, ну, всякие Мстители не сосут у Человека-паука, но, вот, одиночные фильмы, все сосут у Человека-паука вторая часть, потому что, все фильмы построены по одной и той же структуре, блядь, вообще все, вот, взять Капитан Марвел, Человек-паук, Железный человек, всегда одно и то же, сначала, типа, ой, я что-то не знаю свое место в жизни, ой, у меня что-то с моими силами или с моим костюмом, ой, я получил свой костюм и разобрался с проблемами в жизни и дал всем пиздюлей, зацените, всегда нахуй, да, да, еще всегда должно быть, я чем-то пожертвовал, вот, это вот всегда было, там, Железный человек, я пожертвовал своим костюмом, я и без него сильный, Железный человек, я пожертвовал своим домом и всеми костюмами, я и силен без этого, Капитан Марвел, я пожертвовал всем своим прошлым, блядь, вот, и все такое, блядь, одно и то же, но при этом, Человек-паук, вторая часть, это вот, это Библия, по которой пишутся фильмы про супергероев, которые мы теперь никогда в жизни не увидим, только через Беларусь надо ездить, я бы, кстати, купил бы билет на самолет, чисто в Минск, приехать, посмотреть, блядь, Бэтмена, потому что, сука, я так его ждал, блядь, но у нас нет самолетов в Ростове, короче, ну это, блядь, детсадовцы, ясли, я не знаю, может быть, первый, второй класс, там, я не знаю, они умножение проходят, и они, ну просто, они не могут почитать количество щупальцев у Доктора Сминога, и такие, типа, ба-ба-ба, я не знаю, 24 место, поэтому похуй, ну вот, ну призрачный гонщик, потому что про него фильмы не снимали, а те, которые, а, поездом, блядь, делать мне нехуй, блядь, двое суток ехать в Минск, чтобы фильм посмотреть, и потом двое суток ехать обратно, где я, а, в Минске тоже отменили показ Бэтмена, нихуя себе, блядь, надо у Казахстана спросить, есть кто из Казахстана, там на русском фильмы, я в Казахстан, пока, так, не, ну призрачный гонщик, поцентрю, ну просто, сейчас фильмы про него выглядят устаревшие, вот и все, но, мне кажется, он прикольный, блядь, ну то, что Веном выше Доктора Сминога, ну, полный пиздец, блядь, Ванда на девятом месте, вы че, ебанутые, блядь, она вообще не раскрыта никак, но только по сериалу раскрыта, в фильмах она никак не была, в сериале она ебнулась, ну хотя бы Эндрю Гарфилд выше, как бы Ванда, это и еще Окей Тор, Дэдпул, Доктор Стрэндж, ну потому что все фильмы ждут, это понятное дело, но, не, ну ладно, но я понимаю, то что, ну как бы, в детском садике тяжело, наверное, на кнопки нажимать, ну как бы, сто, в 다음, redu، какли, не сп accommodate Продолжение следует...